Сегодня миллионы мусульман мечтают о том, чтобы оказаться соседями заключительного божьего посланника, мир ему и благословение Всевышнего, в благоухающих садах вечного рая. Мечтающему об этом Всевышний предоставляет уникальную возможность для достижения желанной цели. В чем же заключается эта возможность и как ею воспользоваться? Этот замечательный шанс выпадает тем, кто решается взять на себя заботу о сироте, стараясь заменить ему родителей, окружая его добрыми чувствами и вниманием. К заботящимся о сироте можно отнести всех тех, кто искренне старается установить теплые и близкие отношения с сиротой, улыбается ему, гладит по голове, скрашивает его одиночество. Относится сюда и тот, кто говорит этому лишенному родительской любви и внимания ребенку добрые, ласковые слова и занимает его чем-нибудь интересным и полезным, тем самым доставляя ему радость и поднимая настроение. Всевышний в Коране говорит, «Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи, делать им добро хорошо. Если вы объедините свои дела, то ведь они ваши братья». В качестве примера мы хотим рассказать вам об одном саудийце – Али Аль-Гамеди. Ради довольства Всевышнего он усыновил 7 тысяч сирот, финансирует 21 детский дом и содержит тысячу бедных африканских семей. В молодости он играл в волейбол, а также был тренером сборной Саудовской Аравии. Всевышний не даровал ему детей, и у него появилась идея взять сирот. Воплощение идеи в жизнь началось в 2001 году. Аль-Гамеди посетил Филиппины, Судан и Нигер, открыв там детские дома. Первостепенной целью было обеспечить детей сирот образованием, а потом уже пропитанием, жильем и одеждой. Да дарует Всевышний нам и нашим близким добрые и мягкие сердца, предоставив возможность заботиться о сиротах. Амин. Мира вам и вашим близким. Милости Всевышнего и его благословения. Есть возможность раздельного обучения для мужчин и женщин. Более подробная информация на сайте ихсан.москва, а также по указанным телефонам.